всем привет с вами а со мной ветер сегодня у нас а вторая съемка для каталога проката вечерних платьев в малайзии девочка джоя зовут приехала в камбоджу она там принципе живет и вот нашла меня как модель и мы отсняли очень много платьев первый раз больше 100 штук и это же самое ждет сегодня на этой съемке меня день начался с того что я сделаю легкий макияж приехала в отель там оставила свои вещи переоделась первое платье загрузили все платья для утренней первой съемки на улицу сделали пару кадриков на улице чтобы выбрали самые такие платья не знаю кстати как они выбирают выбирали их но первое синее платье настолько мятое что можно сказать дисси стайл дисси стайл но типа их никто не гладил вообще так же если у вас на съемке есть дополнительные люди которые принципе ничем не занимаются вы можете всегда их попросить заснять видео по грант вот этот вот что у вас там находится потому что обычно эти видео вы можете использовать как для себя для своей странице в инстаграме так и можно им сказать что вы можете использовать эти видео а на своей странице ну тем самым просто себе видео вот и очень классно что на этой съемке джо меня снимала со всех ракурсов по много раз почти все платья это классная мэмори и в принципе я потом могу показывать людям что вот смотрите у меня есть платья я работала с длинными платьями вот так вот в принципе если вы живете в камбодже вы реально можете попробовать себе моделинги потому что в камбодже если ты европейство ты уже модель не важно каких параметров какого роста ты и это будет наоборот типа как только по фану но и естественно для развития моделинга это будет не очень хорошо если вы не хотите стать прям моделью вот то есть для систем это не очень хорошо но чисто для вас по фану почему бы нет если вам нравится красота а также для первого вот это вот съемки выбрана локация это парк на острове не помню как называется но рядом коконат парк можно ввести на карте и посмотреть то есть это зал я так понимаю в нем проходят всякие мероприятия он выглядит реально не как камбоджийское что-то выдают только пальмы до рядом находящиеся а в принципе она выглядит как какая-то европа и здесь реально классно делать съемки но единственный минус того что такого в камбодже больше нету и то есть найти локации для съемок в камбодже это нереально трудно потому что это нужно лезть уже наверное на какие-то крыши здесь совершенно нету новых построек в плане что что-то в европейском стиле это же азия все-таки но даже если в таиланде очень много классных локаций для съемок здесь с этим проблема будет также меня усадили на лужайку и боже мой для меня это было настолько счастье не сбывшегося ребенка потому что я в детстве любила все с принцессами для меня принцесс это самое лучшее что могло бы быть в детстве а тут и я сама похожа на принцессу боже мой как я так в этот момент клювовала то что реально мой внутренний ребенок ликовал та маленькая девочка наконец-то в длинном красивом блестящем платье окей платье ну не моего типажа но само вот это ощущение как будто я в сказке и блин мне это очень понравилось и ты сидишь такая мечтаешь о своем принце где же он там белый конь вот это вот вся вот это вот типа да а ведь моделинг это действительно классная площадка для реализации всех твоих желаний относительно через одежду да через коммуникацию потому что ты действительно можешь примерить на себя очень много нарядов даже за один день 100 платьев как минимум ты сможешь это сделать вот и как бы удовлетворить какие-то твои там внутренние потребности побыть принцессой или там побыть вот в этом образе или в каком-то еще поэтому я очень люблю моделинг за то что он мне помогает проявляться в разных образах через через разные образы так можно сказать и действительно посмотреть какие у меня есть зажимы в эмоциях что меня смущает какой образ почему он смущает то есть я это смотрю еще с точки зрения психологии моделинг реально тебя раскрывает ну попробуй в незнакомом тебе образе с незнакомой эмоции отработать так чтобы понравилось не только тебе но и заказчику и так все мы закончили здесь и мы приехали обратно в отель платья все расложены уже их больше ста больше ста длинных объемных платьев разных цветов разные ткани все разное и это просто несколько чемоданов естественно не все мяты но в принципе это никого не смущает поэтому мы работаем как бы от меня зависит не тут немного просто крутись вокруг и все ну как бы подумали те кто не работает моделью на самом деле здесь работать модели очень сложно во первых здесь в этой комнате очень холодно я просто замерзаю за секунду в прошлый раз я замерзла очень сильно в этот раз ничего не изменилось они попытались отключить конечно кондиционер но так как он идет там на несколько на весь общий этаж то есть там вообще нереально это сделать вот то есть не только нам нужен воздух вот и как бы она вот так вот и выглядит с какими сложностями я столкнулась на этой съемке как и на предыдущий и это во первых холод во вторых все платья были окей не все но большинство были большие что нужно было их постоянно сзади скреплять потому что я очень маленького размера я xs кстати некоторые платья просто идеально на мне сидели и ничего сзади не было прикреплено я такая блин я хочу забрать себе эти платья я хотела наверное штук десять забрать себе платье вот но суть в том что тебе нужно переодеться это реально около там сто с чем-то сто двадцать платьев было и мне нужно каждое платье надеть а на некоторых есть шнуровка и ты в холоде стоишь платья холодные потому что еще там есть всякие на них бусинки и это все так холодно и ты на каблуках стоишь то есть это несколько часов работы он около пяти часов работы на каблуках на одной точке делаешь одно и тоже это действительно ну очень сложная работа естественно здесь показаны не все сто с лишним платьев но вот принципе вам понятно что это очень сложная работа также мы вышли отснять после стольких часов работы еще три платья на улицу но это было классно война то есть все таки знаете здесь еще классно то что ты можешь такой а давайте еще то есть при не при проявляешь инициативу иногда то есть реально в моделинге наверное выживают и больше получают работы те модели которые действительно ну как-то проявляются как-то они мешают процессу и наоборот давайте еще сделаем то есть тут нужно понять где тебе уже будет во вред то есть там время уже поджимать да а если ты очень быстро допустим работаешь то почему бы и нет если у тебя есть свободное время тем самым ты поставишь якорь в ваши отношения с заказчиком с фотографом и вообще очень классно конечно заводить знакомства напоминать о себе этому же идем в бизнес моделинг бизнес вот поэтому как бы если вы хотите если вам нравится это пожалуйста делайте все чтобы о вас запомнили вас помнили то есть придется напоминать о себе иногда привет как дела как вас продажа там ну что-то типа такого не буду раскрывать все секреты но если вам будет это интересно то конечно слушайте все мои видео я думаю что я в каждом видео рассказываю по чуть-чуть каких-то секретиков и принципе если вы посмотрите все видео то в принципе я вам уже рассказала значит все кстати здесь вы можете наблюдать это самое высокие здание в камбодже на пене вот и принципе тут можно делать какой-то стрит стайл но конечно когда ты там долго живешь ты уже ну со всех сторон это место отфотографировал я люблю конечно на пене у меня уже как дом но для развития моделинга здесь не хватает студии кстати здесь нету хороших студий с большими цикла рамами с естественным светом вот этого здесь к сожалению нет и если что тут можно это открыть вам спасибо за внимание подписывайтесь на инстаграм смотрите что происходит и подожди я сюда не все выкладываем